Стас, вы играли самую важную игру в этом туре, и матч Туры наверняка можно назвать между командами Пуршет и Интернациональ. Пожалуйста, расскажи, как команды собрались на такую важную игру, и как развивались события в первом тайме? Ну, матчем Туры, наверное, все-таки игра была радужная игра, чтобы пытаться чемпионата больше радужного зависим, чем от нас. Ну, чтобы смогли это сделать, собрали состав и вышли, говорится, во все оружие на игру с Интернациональным. Ну, первый тайм прошел в равной борьбе, но один гол смогли забить. Багдан Калинин забил. То есть, как обычно, наш нападающий смог открыть счет в первом тайме. Ну, стопеник попал на пару моментов. Равняет счет, но тратарийский смог вытащить удары. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что счет, то есть игра была равная, но все-таки вы смогли забить. То есть за счет чего это получилось? Еще раз? Ты сказал, что игра была равная, но вы смогли все-таки забить. То есть за счет чего был забитый гол? Ну, за счет, за счет удачной игры на подальше. Один из лидеров команды, Багдан Калинин, он смог все-таки забить. Такой нужный гол. Как развивали события в первом тайме? Ну, в первом тайме дальше Солик имел в два момента свой отчет, но хорошо сыграл Солик Вратарь и вытащил на место. То есть, ну, что имел очень важное значение. На второй тайм вышли уже, видя в счете, два гола забил Лешика, через наш капитан, поймал от кофта стандарта и издалека. Солик Вратарь забил и, ну, при пунктуре перестрах подобрал мяч, обиграл защитника и забил третий гол, 3-0. То есть, в принципе, игра была сделана. Потом еще забили четвертый гол, но последний 10 минут соперник смог забить два гола дальними ударами. То есть, там хорошие удары пошли такие. Ну, в принципе, это флеш-ход игры уже влияния не оказало. То есть, 4-2 закончили. Ну, закончили сезон. Ну, достаточно уверенно все-таки победили. Ну, чем тебе запомнился и понравилась команда Интернациональ в этом матче? Ну, Интернациональ очень понравилось, потому что команда не играет беги, а играет Интернационно. То есть, через пас выходит из защиты. То есть, ну, нет такого, что там бьет куда-то непонятно куда. То есть, команда видно, что играет, наигрывает. Какие-то связки, комбинации. Ну, в этом плане очень-очень хорошая команда. Как раз. Немножко непонятно, почему они играют домашние игры на выигрывающие. То есть, стадион Минских, где они свои качества как раз сложнее. Ну, это их, как говорится, столицы. Тут уже, ну, немного удивится. Чем этот матч отличался от игры с Интернациональным первым кругом? Ну, уже, ну, уже все-таки была ясная турнирная ситуация. Две команды, ну, по большому счету, решили свои турнирные задачи. Интернационально уже гарантированно занял третье место. Мы заняли уже второе место с небольшими движениями первой. То есть, ну, уже команда могли, ну, достаточно, ну, без ограничений результатов, так или иначе, ну, играть. То есть, ну, вышла хорошая игра, в которой удача большая улыбнулась нам. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пусть Богус и тебя твою команду. С Богом все хорошо. Спасибо. Максим. Максим, добрый день. Сегодня вы играли с командой «Фуршет». Вот, ну, в первую очередь, хочется все, чему эта игра отличалась от первого круга? По игре, да. Я начинал все. Во всем, да. Во всем, да. Во всем. То есть, по игре, по интересам, вот, какие трети? Ну, сегодня игра была, в принципе, достаточно интересная. Начали... Начинали мы в десятером, но потом... Два человека подъехали, в общем. Первый тайм был очень таким, более спокойным. По моментам даже мои немножко преимущества было, но они забили первыми с уголового. Вот. Много было, в принципе, комбинаций. Вот. Ну, и они, в принципе, просто контратаковали. Вот. Второй тайм. В принципе, как раз там сделали одну замену. Вот. И... Как голы были забиты? А, голы я забил. Был. Спирантами один гол забитый, и первый, получается, подача с уголового. И в антропометрии мы немножко проигрывали, и там у них высокий нападающий забил головой. Вот. То есть, ну, то есть, чисто проигрыш стандарта и все. Ну, это был спирантами вот один гол. Ну, то есть, ну, и плюс, я же говорю, они контратаковали, и мы тоже создавали моменты, и там нас пробила зуб. Игрок в дальнюю девятку, он там, Мартарик, не позащил. Вот. Ну, и плюс, я говорю, еще острые моменты были, но тоже не забили. Вот. Это по первому тайму, в принципе. Вот. А второй тайм, я говорю, там тоже, в принципе, особо так... Ну, по игре ничего не поменялось. То есть, тоже... Ну, больше все-таки на их половине контратировали, но мы, бывало, обрезались и из-за своих ошибок допускали в свою сторону их ответ. И вот как раз они, по-моему, это был второй гол, они там, по-моему, даже три в два вышли. Я вот не помню, честно. Ну, так уже смутно помню. И там уже один на один с фортом катнули, и, по-моему, человек просто в дальний угол дал. А, по-моему, третий они забили с подбора, да, был угловой, получается, мяч отскочил, и их на подборе был первый человек, и пробил там, ну, без шансов просто. Вот. А четвертый, по-моему, тоже что-то сходство тоже было с быстрой контратакой ихней, и они просто быстро вскрыли оборону, и... А потом, получается, уже там, не знаю, ситуация на минут десять, и... Опять же, у нас в момент, ну, так, мы организованно приходили с обороны в атаку, просто вот где-то не хватало последнего там паса, передачи и так далее, ну, не знаю. Вот. И был момент, получается, был... Это был перевод на правый фланг, и нас защитник, точнее, полу защитник прострелил, все игроки пропустили. Вот. Я скинул в центр хаву Виталику Домщику, и он пробил таким ударом сильным где-то, ну, за линией шарфной, вот в самую такую под перекладину, ну, там даже где-то 9 баллов. Вот. Вот. И потом сразу, в принципе, ну, как-то вышло так тоже, грамотный переход с обороны в атаку. Получается, я чуть ниже спустился, я отдал пас в центр. Центральный хав забросил на крайнего хава, чуть дальше, ну, грубо говоря, на линию шарфной, вот. И он сместился и пробил в ближний, вот, и забил, это было 4-2, там уже оставалось, я не знаю, на минуты 3-4, вот. Ну, мы уже, в принципе, понимали, что, ну, все уже, в принципе, решено, как бы, то есть, да, согласен, мы могли как-то лучше, может, сыграть в том плане, что реализация момента, но вышло, что вышло. В принципе, я игрой доволен, как бы, и самой игрой, то есть, результат, может, не доволен, но самой игрой, в принципе, доволен. Это нам будет, да. Какие стороны команды прошают? Сильные, не говорю, они, скажем так, они, есть не особо там прям сильно бегущие футболисты, они за счет своей грамотности в распоряжении мяча на нашей половине, они грамотно распоряжались им и все. То есть, вот, мы когда теряли на их футболе мяч, одна передача, там, где-то на задстве, на нашему, там, правому, левому защитнику или же, там, куда-то в зону между ними, вот, и все, то есть, там, мы пока возвращались, они грамотно, как бы, распоряжались мячом и забили, вот, как раз, там, два этих гола таких, вот. Ну, и, грубо говоря, два гола таких, вот, в положении, в стандартах и два гола с контра, с этой, со стандартом, с углового. Хорошо, Макс, спасибо вам большое, пусть Бог власит тебя, твою команду, до новых встреч, всем пока. Да, спасибо.